Привет, друзья, это Оперштаб, меня зовут Алексей Ильяшевич. Совсем недавно мы рассказывали, что министр сообщения Латвии Талис Линкайц хочет встретиться с новым главой Минтранса России. Об этом он заявлял публично. Но, как выясняется на уровне кулуарной дипломатии, Рига тоже пытается затормозить процесс переориентации российского транзита на порты Ленинградской области. В распоряжении редакции латвийского телеканала ТВ-3 оказалось любопытное письмо. Составил его заместитель госсекретаря Министерства сообщения Латвии Улдис Рейманис. Он жалуется помощнику министра транспорта России Юрию Петрову на то, что из-за длительной процедуры таможенного оформления порты Риги, Венспилса или Ипая теряют большие объемы грузов. В октябре клиенты хотели перевалить через Латвию 4832 вага. Но российская сторона согласовала только 279. А в ноябре, если верить телеканалу ТВ-3, Москва не согласовала 100% запрошенного объема. То есть ни одной тонны российского угля латвийские порты не получат. Видимо, это и заставило руководителей Прибалтийской республики писать челобитную. Рейманис обращает внимание Петрова на то, что Россия обещала не препятствовать грузопотоку в порты Латвии. Там вроде была какая-то неформальная договоренность. Но на то она и неформальная, правда? В том же письме господин Рейманис обращает внимание на еще одну подставу. Дело в том, что латвийская железная дорога обсуждала с РЖД новое направление грузовых перевозок из Калининграда в Санкт-Петербург. Но российская сторона решила в этом проекте не участвовать. А наши латвийские товарищи интересуются. Может, все-таки попробуем? Бывший президент Латвии Валдис Заклерс жестко раскритиковал такой подход. Письмо с мольбами не поможет. Это политика России. Российская политика формировалась не вчера и не в прошлом году, а лет 15 назад. И было ясно, что постепенно через Латвию будет проходить все меньше и меньше грузов. А может и вовсе не будет. Если мы будем унижаться, мы будем унижены еще больше. И никакого положительного эффекта для того, кто слаб и молит, чтобы что-то дали, не будет. Это не стратегия России. Это не политика России. А вот глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич не видит в письме ничего предосудительного. Давайте будем отделять политическую ситуацию в Белоруссии и России, наши, скажем так, дискуссии с Россией по истории Крыму, Украине, где у нас есть противоречия, по ситуации в Белоруссии, где наша позиция ясна от каких-то практических вопросов. Решаем их на уровне Министерства сообщения. Я понимаю, что иногда хочется каждое письмо позиционировать как проявление двух внешних политик. Но это не две внешние политики. Мы выстраиваем наши отношения с Россией, исходя из так называемого принципа двух путей или двух подходов. Первый тот, который включает принципиальные для нас вопросы, где у нас принципиальная позиция. Но там, где есть возможность посмотреть, каким образом можно сотрудничать, не переступая эти политические принципы, конечно, общение было и будет. А я вот ненароком вспомнил 2014 год, когда Обама обещал разорвать российскую экономику в клочья. Тогда у Латвии был только один путь. Второй появился только тогда, когда стало понятно, что Путин остается, а российский транзит наоборот уходит. Примечательно, что было еще одно письмо, которое в Россию хотели отправить сами латвийские портовики. Но в Министерстве иностранных дел его забраковали. Да, были различные проекты. Был один проект, который я сам недавно видел. Если бы вы его видели, вы бы действительно могли сказать, что тон был не только просительным, он был просто вопиюще неприемлемым для суверенного государства. Но этот проект подготовлен, насколько я знаю, не в госуправлении. Циркулируют разные идеи, есть предприниматели, которые думают, что по-прежнему политикам достаточно поклониться и поцеловаться, и бизнес пойдет. Но эти люди застряли в начале 90-х, заявил Ренкевич. Ну вот, это уже совсем другое дело. Забейте на российский уголь, не унижайтесь перед страной-агрессором. Живите по заветам президента Затлерса. Он предлагает сосредоточиться на обработке грузов из Финляндии. Я не очень понимаю, что это за схема, но Затлерсу виднее. Наверное, финский транзит – это золотая жила. Обогащайтесь на здоровье. На сегодня все. Пишите в комментариях, что вы думаете о перспективах латвийских портов. Не забывайте подписываться на наш канал, если вы еще не подписаны, и ждите новых роликов. Скоро увидимся!